Всем доброго времени суток, друзья мои, и зрители моего канала, с вами Артур, а мы продолжаем играть в Medieval Kingdom 1220 за Киевскую Русь, здесь поудобнее, ну а мы начинаем. Ну что, надеюсь, у вас всё хорошо, настроение отличное, и мы можем начинать продолжать к нашу кампанию. Наконец-таки мы захватили Валашское княжество, заключили с ними мир, и они нас больше не тронут, и, скорее всего, их разобьют. Что хотелось бы сказать ещё, они сейчас, вроде как, ни с кем не воюют, но я думаю, хорватовик заберут. Вот, они воюют с Буромским княжеством, ну, их заберут хорваты, скорее всего, потому что отношения у них напряжённые, отношения у них, видите, минус 30, а у Валашского княжества к ним, к византийцам, минус 90 и минус 151. То есть отношения улучшаются за счёт перехода наших границ, ну, поздравляю, что могу сказать. Вот с харизмами у нас проблемочки, ребят, минус 31 на следующий ход, ну, отношения, это очень-таки плохо. Я, кстати, могу Муромское княжество законфедератить, но не вижу смысла. Можно попросить, в принципе, правого прохода, но в баню. Так, Грузинское царство, торговать так не собираетесь, так понимаю, да? А если я вам предложу выплату? Кстати, они уже воюют, заметьте, с герцогством Австрии и Зенегидом. Так понимаю, это Сиджуки. Так, предложим выплату. Ни в какую не хотят торговать. Нет, более 3000 голды я давать уже точно не буду. Так, у нас есть 4562 голды. У нас есть проблемы в Киеве, и это связано с санитарией. Давайте баню отстроим сейчас. У нас купические бани в Галичи, дабы санитарией у нас проблем не было. И эту армию мы укомплектуем. Не хотелось бы, чтобы у нас доход провисал из-за этого. Так, здесь, кстати, тоже у нас восстание небольшое произошло. Германские мятежники. Давайте их протокуем сейчас. Почему именно германские, не знаю. Так, и теперь ямы титанов. Всегда, если есть интересная идея по названию армии, допустим, в Трагавиште, да, коллекционного фонта, и в Киеве бессмертные, то пишите, я переименую. Самые лучшие варианты будут переименованы, и я озвучу, кто их предложил. Так, непобедимый титан, давайте-ка в Галичу топите. Давайте, ребят. И мы здесь возьмем набор, пожалуй, пешей дружины и селян охотников. Так, это хорошо. Так, осталось денежком, можно, в принципе, здесь воткнуть гритницу я планировал. Но, 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 но. Но мне и набор здесь точно нужен будет. Это уж точно. Ведь, боже, мне надо будет обязательно сегодня за эту серию начать перестраивать все вот эти вот основные постройки, эти поселения, да, перестроить на крупное селение. Обязательно и в Белгороде, да, три уже поселения нужно перестроить. Здесь тоже Галич поднять до третьего ранга, посады отстроить. И здесь укрепленный город в Киеве воткнуть. Надо постараться, конечно. И что-то здесь возвести на что? Ремесленный мастерский, не вижу смысла, хотя доход хоть поднимется. Я вот гритницу бы отстроил. Наверное, все-таки гритницу я и воткнем. Так, ну и пока что, пока что все. Коллеги ксенофонты, я здесь, пожалуй, распущу пару отрядов. Парочку буквально. Это бичи, собственно говоря, под распуск идут. Да, вот мне доход немного поднять. Так вот сделаем. В принципе, хватит. Нас никто не протакует. Все вроде как хорошо. Давайте ход прожмем. Почему бы и нет? Погнали. Очень напрягает меня харизма, если честно. Единственный плюс от них это то, что они воюют с монголами. Это, конечно, радует. Хорошо. Блин, постраняется чахотка. Галич, идите в баню. Мы тут бани строим. Так, монголы прут, кстати. Ну, ладно. Так, наемников здесь нету. Хотя нет, есть наемники в этой провинции. Я их возьму, дабы армию тут вот проатаковать и забыть о них навсегда. Так, здесь тоже можно было бы взять лучников. Хотя есть ударники, да, дешевые достаточно. Возьмем лучше ударников. Проатакую, наверное, автобоя нам хватит, да? Да, на автобоях хватит. Такая армия бичей, но... Ладно, у них тут арбалетчики есть, они опасные. Так или иначе, мы их быстренько убиваем, кромсаем. Отлично, и армию возвращаем... Возвращаем войска в Галич, на ускоренном марше. Так, хорошо. Распускаем от этих вот хлопцев. Отлично. Ребята, восстанавливаются, все здорово. Так, иззантиц кто-то брут. Куда вы, ребята? Армии страшные, на самом деле. Полководцы, кстати, римские, заметили, да? Ну, восточно-римские. Так, 3400 голды осталось. Куда мы вложимся? Пока что здесь ничего строить не буду. Я вот, пожалуй, наверное, за Ригдау перестрою пока что. А, денежка нужна, да? Поболее. 3500. 3500, 3500, 3500. Это плохо. Многовато прям требует. Дом камнетеса. Тысяча голды производством. Офигенно. А что-нибудь на общественный порядок есть? Ну, можно как бы отстроить часовню, но я хочу это дело в Киеве воткнуть. Так, санитария, общественный порядок, водоем. Здесь мало постройок, которые дают общественный порядок, на самом-то деле. Гринница, ремесленные постройки, поля. Вот такие вот дела. Это поля. Да, к сожалению, это так. Ладно, потом я все равно буду сановника убрать. Нужно, чтобы в Киеве у нас расширение прошло. Но там надо ждать рост населения. 5. Думаю, дождемся и воткнем. Часовню отстроим и нормально. Давайте. Я вот не знаю, стоит ли здесь Гринницу нам брать. В принципе, у нас и в Белгороде есть, и в Киеве. Наверное, все-таки нет. Это будет глупо. Я так считаю. Лучше тогда в Белгороде мы отстроим, там, перестроим даже конюшни, воткнем. Ну, будет, думаю. Поэтому все-таки здесь, все-таки здесь. Давайте-ка, наверное, ремесленные посадки воткнем. Хотя можно было бы и пищу воткнуть. У нас, кстати, в Турново есть уже пища, да? Надо прокачать это дело. Выдаем, выдаем. Давайте воткнем ремесленные мастерские сейчас. Где 500 остается, можно, в принципе, здесь. Дом-комнатеса воткнуть. Загрязнение, конечно, будет жесткое достаточно. Ну, а что поделаешь? Пока нифига. Или забить, открою, отстроить там постройку на санитарию. М? Как думаете? Думаю, да. Все-таки, если качать дом-комнатеса... Давайте воткнем постройку на санитарию. Это водоем, получается. Так, 2 500 остается. Можно даже к дом-комнатесу, значит, поднять немного. Прокачать. Хотя, здесь давайте-ка возьмем стадовец турного. И достаточно. Так, наем пока весе не будем. В Киеве у нас войско так продолжает умирать, к сожалению. Ну, что поделаешь? Ну, а что поделаешь, да? Так, Муром там еще живой? Живой, слава богу. Слава тебе, господи. Так. Ну, вроде как, все. Денежку осталось. Тратить все не буду. Можно, кстати, попробовать с хорватами пообщаться. Может быть, они мне дадут денег, и я ставлю их на будущее. 1300 голды отвергают. Но давайте попросим побольше. Допустим, пусть это будет 800 голды. Думаю, дадут. Спасибо. Больше, наверное, ни у кого нет смысла брать. Наверное, да. С поляками отношения дружественные. Пока вы ем с одними и теми же врагами. Это хорошо. Так, 1600 голды осталось. Сейчас мы навык. Традиции возьмем, да. Гражданский долг. Общественный порядок плюс 2. Даже не плюс 2, а плюс 4 получается. Ведь так. Да, плюс 4. Хорошо. Так, ну все. В принципе, деньги пока кидать некуда. Мне все хватает. Нет, всего достаточно. Жмем ход. Амнислав получает навык. Губернатор воевода. Полководец. Богдан тоже воевода. Полководца. Кстати, по поводу должностей. Тихомир судья. Военник судья. Ясин старейшина. Владимир старейшина. И, наверное, пока все. Так, тебя в дружинник посадим пока что. Все было тоже в дружинника давай. Так, ну ладно. Тебе бы жену найти. Поэтому давайте поищем, а? Разочек хотя бы поискать. Было бы неплохо. Да ладно. Хазарские ганаты уничтожены. Их харизма, да, слили. Сармате. Восстание. Можно не бояться. Так, здесь. Указ. Указ. Должность получена. Молодец. Хорошо. Власть-то у нас падает, ребята. Идет со сбор поддержки 10. Собрать поддержку. И пока все, ребята. У нас, кстати, надо все волода брать и идти на войну. Идти войной куда-нибудь. Чуть позже. Так, ладно. Подолжим. Продолжим. 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 Так, я хотел что? В зарегдайве, да? Перестроиться. Так, здесь можно баню-то второго поднять. Вот так вот. Здесь с интерьей все достаточно неплохо. Если вы так посмотрите. В Киеве болезнь не прошла, наконец-таки. А как с пищей? Пищей минус... Пищей минус шесть? Серьезно? Пищей минус шесть. Может быть, баню купеческих тогда убрать? Раз на то пошло. То еще меньше пищи будет. Мм, да. Хреново. Ну, где-то восстанавливаются, где-то нет. Это странно. Перебой с продовольствием. Ну, да. Хреново. Еще в укреплениях стоят. Монголы у нас тут. Сели. Сучка. Так, ну ладно. Давайте тогда торгови, что-то уж перестроим. Хотя турного, по идее, стоит. Ах, гась. Хорошо. Гарнизоны практически полностью. Мы остановились. Вот такие бы гарнизоны оставались по итогу. Но нет. Все равно будут гарнизоны бичей. Жаль. Такое у нас восстание небольшое произошло. Не страшно. Караем их. Ну и хорошо. Благочестие, верность плюс один. Контроль плюс 6%. Вот так вот хорошо. Но у нас верность, ну как неверность, а в лень упала. Надо чуть-чуть мутить. В торговишну перестраивать надо бы, да? Так, оставшие денежки я, наверное, потрачу здесь. В Галичи неплохо было бы нам. Ребят, клепануете. Это лучники. Два отряда. Может, даже три. Они, в принципе, дешевые все. Так, у нас, в принципе, на следующий ход еще денежка будет. Белгород перестроим. А, кстати, вот Киев потом поднять будет. 3000 нужно будет. 600. И Галич 2000. Посад. Ясень, держи. Навыки. Так, патроны возьмем. И возьмем хранителя. Вот, и монголы объявились. Но они не стали врываться к нам. В любом случае, я их жду. Так, Балашское княжество уничтожили. Отлично, вас они минуем Ассарматия. Так, ну это похер. Так, армия пускай уходит за Ригдаву. То есть, не через территорию Византии, понятное дело. Мне с ними терки не нужны. 4000 осталось. Так, ну, добро. Опа, харизмы. Легкая пехота сарацинов. Блядь. Ближний Б-18. Зачитом ближний Б-42. Броня 27. 25. Ну, мои посильнее, конечно, пешая дружина будет. Но они могут числом задавить. Лучников-то пиздец, ты хера. Он зон снарядом и 57. Дальность 150. Боеприпас 21. 57. 150. 22. Почти одинаково, по-моему, да? Боеприпасы даже на больше, на один снаряд. Красный М-26 у них 30, ебать. Но они неплохие, достаточно. 20 шансов от стрелков. У наших ребят 0. Ну, зашибись. У них там щиты есть, да? Потому что... Не знаю. Но у них, конечно, броня получше будет. На целых 28, представляете? Кенни топовые, оказывается. Так, Белгород. Крупное селение. Ух, мне бы это потом в минус не вышло. Пока не буду, я не хочу рисковать. Так. Дом камнетеса. Хотя, стойте, я же Киев хотел поднять. Так, хватит нам. Так, потом еще галич нужно будет поднять. 2000. Поэтому я могу еще пару отрядов взять. Пускай это будет, блин, дружина. Неплохо было его взять. Я она дороговая пока. Ну, дороговатая пока что, да? Не стоит он того. Так, здесь укомплектуем тоже сейчас пацанов наших. Ну, давайте вы, давайте, давайте, давайте. Так, распустим отрядец. Хорошо. Ну, здесь лукарей возьму хотя бы. Вообще, с улицы красавчики. Вообще, можно ими закидывать врага, как не знаю кого-то. Так что, один ряд возьму. Довольно дешевый по содержанию, опять же. Турно перестраивается. Все перестраивается. Ну, ладно, Белгород пока перестраивать не буду. Это рискованно очень. Ох, еб твою мать, ребята. Хошучи у них там появились. Жлоб Ччен, господи. Я не понимаю, что это за слова такие. Ну, ладно. Монголы тут носятся. У них войска появились, понимаете? Бац, бац, крип. Все. Монголы тут. Только у них был рейтинг силы 30. Это же 40. Уже, как бы... Странно. Это... Муж военно-свист тогда. Добро, муж военно-свист. Не хотят, серьезно. Странные. А половцы у нас еще не осили, да? Ой, даже не знаю, чего сказать друзьям. Печально все это. Ну, да ладно. С кем не бывает, да? Че, зажали? 1300 голды? Хотя бы 800 дали бы. О, спасибо. Может, сейчас пособираем тогда? Никимская империя, выживай, я не знаю. Старайся. А че с византицами отношение у вас упало? Странно. Так, у Никитцев просить не буду, это опасно. Ух ты, византийцы уже с деньгидами воют. Это у нас сельджуки. Второй уровень силы. Господи, на востоке вообще какая-то жесть происходит. Я их боюсь. Они уже у меня под крылом. Опа. Опа. Вот это поворотец. Вот это жесть. Грузинское царство там тоже вымирает под ними. Давайте, византийцы, карайте. Выгнили там на четвертом рейтинге силы. А кто их, наверное, на третьем? Каким-нибудь Священно-Римской империи какая-нибудь. Или Бургунду, наверное. Я потом агентов возьму, отправим, почекаем. Мне лично очень интересно. Хотя можно как сделать-то? Че же я такой? Не подумал совсем собрать флот подешевле какой-нибудь. Давайте вот ладью возьмем. Какой король? Ты о чем? Ты что? Так, допустим гнев пускай будет. Вот так вот. И давай, друг мой. Подвойного темпа нет что ли? Так, ладно, отправим мы сюда сейчас. Поинтересоваться хочу. Что там у нас за фракция обитает? Наш флот выступает. Так, ну... Все, по-моему. Все, что хотел, сделал. Нажмем ход. Да здесь тоже приходится не сладко там их... Смотрите-ка, Монголы начинают прессовать. Ну, к нам, кстати, тоже не один стакает. Горские бургары. Господи, у них... Они захватили Муром, серьезно. Ну, Муромское княжество. Слушайте, это плохо. Может быть, византийцы сами начнут войну? А они там с сельджиками воют, именно для харизмов. Это уж точно. Блин, я надеялся. Я надеялся. Снова у всех наших... Тропинцев. Ну, ребят, ваша империя пала. Покайтесь. Брин, брин. Ага. Ну, блядь, пряных. Не пощадить никого. Сносятся. Тут, конечно, тоже не очень-то. Спорт Букоин. Доход 4000. О, какая красота. Какая красота. О, у нас у санитарита. Не так уж хорошо все. Надо прокачать баню. Так, денежка осталась. Галич вкачиваем. Посады. И наслаждаемся жизнью. Наслаждаем. Так, стойте, в Киеве. Ты чего не восстанавливаются отряды? Я понять не могу. Какого черта? Ну, первую дружину-то я в любом случае брать буду. Так, и мой флот. А, вот и двойный темп. Отправляется далее. Хочу разведать, что там в Италии. Хочу посмотреть на Папу Римского. Ты что, Византий? Ну, это византийский территорий уж точно. Плядь, Никитская империя. Устанавливаются харизмы. Почтены, держитесь. Я буду держать за... Куда-куда пошли, а? Эти харизмы тоже напрягают. Так, ну, будем сейчас готовиться. У нас с ними война будет. Поэтому опять будем играть через оборону. Пошла-поехала. Сейчас мы хотя бы экономику поднимем. Так, я хочу дату изучать. Так, дом мастер-литейщика пока возьму. Шахтная печка. Живная мастерская. Нижевская библиотека. Продовольственный рынок. А полезная вещь. Большая овчарня. Полезно. А в Белгороде я, ребят, хочу перестроить. Малые конюшни взять. Хотя вот учебное стрельбище тоже было бы кошерно. Что мне там за гарнизон, интересно? Ярослав. Ну, держи навык. Держи навык. Командир пехоты. Командир конец всегда впереди. Так, ну, держи навестника пока что полностью. А, все, я вкачал. Командир пехоты. Да, пехота, конечно, славная. Но переобучать их не буду. Они не сильно-то и прокачаются, на самом-то деле, после переобучения. Два раза 400 голды содержания. Вы что, издеваете, что ли? За кого принимать? Не, на самом деле. Плохо было переобучить, но у нас сейчас не то состояние экономических дел. Валюты у нас явно не хватает. Вот. Ну, а так в целом неплохо. О, начинается. Не-не-не-не-не. Все-все-все-все в порядке. Может, одно из своих поселений потерял, а не более, оказывается. Ну, вот. У них что, еще сувар есть? Армия, конечно, у них убогая. Че? Византии захватила не Копсю? Что за войска сельджуков? В Раварате. Опасно. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Ребята, идите сюда. Я... Если так пойдет, в будущем тоже войну Хоризон объявлю. Это вот уж точно. Господи, когда у нас Синтерита проблема кончится? У нас в Галичи, блин, баня стоит. Не издеваются. Орда стоит. Грабит нас вовсю теперь. Так, ну ладно, что я хотел сделать? Так, перестроилась почти, почти перестроилась. Все, в принципе, неплохо. Так, 4000 голды, Белгород. Давайте перестроим, наконец-таки, малые конюшни. Или стрелков лучше клепать здесь. Или стрелков. Мне кава нужна. Без кава вообще не в Магатул. Хотя бы бичи и лучники есть уже неплохо. Но кава обязана быть. Так, ну и все. В Киеве я набор делать, не делать. С улиц возьму пока что. Еще пару отрядов можно. Хотя вот два отряда. В принципе, мне пока хватит. Так, что византицы там с кем воюете-то уже? С единигидами пока, да? С уджуками. Киевская империя. Вы там живите. У вас там уровень силы был когда-то просто неимоверно огромный. Так, а монголу давайте топить на харизмов. Вы тут что забыли вообще? Харизма 1, первый уровень силы. 18 поселений. Писеси, они жесткие. Пипец, у них территории, конечно, огромные. Так, где мой флот? Давай. Больно интересно, что за территория у нас. Можно, кстати, потом к Иерусалиму отправиться посмотреть. Мы все Черное море проплывем. Поищем, как говорится. Так, тут у нас кто? Пока неизвестно. Республика Венеция появилась. Венеция. Отношения ухудшаются. Ребята. И тоже хочется вступить в войну с монголами. С удовольствием. Ну, думаю, торговать-то мы можем. Ваши 400 голды я буду очень признателен. Ребята, ну какого черта? Хочу торговать в парочный союз. Давай. Не нужна жена, она вполне неплохая, блин. Вообще топовая. Я готов выложить как можно больше за нее. Спасибо. Блин, почины вы просто сделали невероятное. Вот заторгую с ними и всю карту открою, отвечаю. У Хорватии портов, к сожалению, нету. Так, Византия, я могу предложить вам право прохода. Что ж с вами сделаешь? Ну ничего, так ничего. Так, подним общественный порядок, пожалуй. Ну, в смысле, опустим его через налоги. Буквально один раз. А, давайте. Один раз, не пидарат, фантаск. Жмем ход. 5,843 голды за ход отлично. Так, полкан алчный возьми. Зачем тебе? Так, хитрость, тэмстрительство. Можно взять боин. Так, в ближний бой можно взять. Жмем ход. Ну вот, теперь еще одна армия бывает. Че, все-таки рискнули, что ли? Монголы-монголы. Ребезата, ну зачем бы так? Ну, давайте бой привердем. Не было битв давно уже на самом-то деле. Погнали. Это будет битва. Хотя, по идее, они могли еще стак взять, как бы, да? У них там, по-моему, аж-соу-х-трид стака носилась по карте. Я видел. Но нет, передумали, не стали так делать. Так, ладно, кава. Какая кава? Копейщики, мать. Мои бичи копейщики. Вот жалко, что их переобучить нельзя. Вот тут вот на самом деле очень плохо. Нельзя их переобучить. Блин, в той же ваниле, да? У антов, у венидов, склавинов. Можно было бы пехоту, ну, копейного. Копейщиков, мавранцев переобучать. И они в гарнизоне бы тоже переобучались. Ну, кому я рассказываю, так все это прекрасно знаете. Так. Что? Надеюсь, они готовы к своей смерти. А она в любом случае будет. Так, топорник. Начинаем топорником ставлю. Так, ладно, это было странно, я согласен. Так, топорник сюда. Лучники мои. Ух, сейчас они зарешают здесь. Красоте. Так, загруппируем их. У нас еще три отряда поверх остается. Поэтому отлично. Сейчас мы лукари здесь поставим. А, вы не достаете, да? То есть вот так вот. Вот так вот, да, князю своему? Так, лукари сюда. Четыре только и сюда. Вот так вот. Четыре отрушников. Можешь сюда как-нибудь поставить, а? Нельзя, да? Давайте здесь тогда. Ниискосок отстреливайте их. Так. Кто еще остался? Полкан мой может не участвовать в битве. Я его выведу вообще. Так, купещики мои. Так, полкан, может быть, тебя сюда где-нибудь оставить? Просто спустишься и норм будет. Так, еще копещики. Есть. Стена счетов. Где-нибудь вы здесь будьте. Так, ну все. Я просто счастлив. Так, колья воткнем. Где-нибудь вот здесь вот. Пускай залетают. Я вот воткнем. Все, все для вас. Все для вас. Мои друзья. Здесь колья. Нет, не колья. Я вот просто воткнем вот так вот сделаем. Так. Шипы здесь воткнем тоже. Все для кавалерии. Все для вас, друзья мои. Все для вас. Так, ну что, погнали. Хочу посмотреть на свою эльту. Неужели? Да быть такого не может. В чем вы? О, да. Пешая дружина. Ну, а если они еще получше будут, то чуть позже. Ну, а вот даже сейчас они выглядят довольно-таки круто. Посмотрите, какие они топовые. Братья мои. Какие-нибудь жесткие. Один даже прозрачный. Ну, вот. Ориентирование. Ну, слушайте, как будто. Как будто топорники наши. Так, ну что лучники? Там работаете уже? Не бойся, во все, да? Нет, что ли? Ладно. Пошла жара. Ну, что монголы? Не подумали вывезти еще войска? Так, вот конный лучник это плохо. Так что, так что, так что. Все, кто есть здесь. Дайте, казалось, по конным лучникам, ребят. Мы берем век. И тут немало. Так что. Так что, так что, так что. Плюс там еще застрелы идут. По застрелам, ребят. Пока пламя не взяли. Так, ждать. Пускайка и на застрелы подойдут, мы по ним долбанем базовчик. Давай. Упали. Так, упаков. Сейчас полкан падет вражеский, то обойдем по ним. Они собирают бежать для нового удара. Так. По конец бейте, ребят. Так, далее запах по колоду. Пауза. Пауза. Конный лучники самонапряжные здесь на самом деле. Так, можно, в принципе, сейчас пламеник рубить позже. Так, отряд сюда, на башню, на стены вернее. Всё так вот сделаем просто и всё. Он не пробивает никакую. Здесь разворот. Так, можно пламени, в принципе, проверить. Ну-ка, ударили по ним. Вот, хорошо. Ещё разочек. Отлично. А вот этих не достаем, представляете? Ни в какую не достаем. А, всё, достали, да? Так, хорошо. Куда-куда вы побежали там? Так, ладно, копейщики ворвались. Полкотство бить надо. Один отряд лучников не потрепали и... Второй отряд уже, в принципе, потому что нехиловал. Кромсали. Он пробился к стенам. Да убейте хуже. Враг собирается силами. От отряда не осталось никого. Молодцы. Стрелы сюда пошли. Если успеете, конечно. Так, лучников повернём. Ну и, собственно говоря, кромсайна. Ну, вот всё отлично. Я безумный рад. Так, полкан. Смотрит ли добежь, наверное, као вражеского? Оппеда! Ну, так или иначе, тоже неплохо. Закончим битву. Там даже один из дружинников, который не принимал участия в битве, просто стоял, отсиживался. Сделал один фраг, да он, красавчик. без приказа пошел и ворвался в строй такой а я монгола завалил хватит успокойтесь остановитесь такие восстанавливают бац пулс так такой тропинзутской элиты это печал ударники третьего ранга не дай бог так хорошо детская смертность вы издеваетесь мило жест не жестоко она была левой венецианская жена я просто счастлив я так рад меня и стоит венецианская жена благодарю и говорю мерси и дать собрать вот до ломбарды супер дать ломбарды на своем отношении там вообще смотрю топ вот да вот да может быть вы еще вступить и войн они там с французами воют с монгольской империи может еще воевать не хотят агенуя потом все хорошо торговать хочу ребят но у нас есть деньги теперь 2000 колды эти 3600 голды серьезно так может выступить войну с монголами не я не буду вступать войну против англии как бы так что смогу не вывать вас не интересует туда дать в бане я плыву к сицилии я плыву к сицилии он здесь то сицилия приветствую прием ковали короче короче косикой сардиния так сицилия наши ничего не случается почему теперь нет теперь и нет тоже смогу не воюет весь мир воюет с монголами а на деле воюет с ними только харизмы а чё торговать не хотим ой-ёй-ёй-ёй как хорошо так налоги опустим до обычных а то что я разошелся так это все конечно хорошо но в киеве еще четыре хода галич снова ремонтировать этот не люблю делать ремонт снова ждать зарядали гарнизончик так поднимаем посад строим так теперь надо вовчар не выстраивать на себя с пищей проблемки будут в таком-то ключе да отлично как-то у нас порядок нормас рад знать алания что за алания тоже мусульмане опасливый традиционист терпимый чужим нелегиям вот хотя потерпимый наташи не херово они там военный союз а это тихо те осили джуги как бы воскресили раньше там полосы или по-моему грузины вас там уже полностью потрепали на 64 да вы издеваетесь и киевская византийцы там еще с вами не воюют случайно отношения тоже плохие у них там да такой себе на самом деле так мой флот да я же сделал все что должен был сделать изначально и вопросы могут быть вообще блин теперь армия мрет что могу сказать ребят терпите у вас там и так баня так то есть санитаре упало странно я буду баню поднимать тогда а давайте еще раз на удушающих новых посидим не страшно думаю на высоких просто хотя бы не сильно это скажется думаю так осталось совсем немного ребята до расширения нам нужно избыток 5 на следующий ход штуре лайк красота церковь построен с куполами как полагается посмотреть сколько харизмы ведут свои стаки грузовыми суднами один стак пропал второй стак пропал еще стак сельджуки что-то носится куда они тут отправляют свои 6 отрядов более интересно ухты там тоннельцы монголы киева монголы пруд чё 300 к пришло что к нам много ребят ворвалось смотрим делай титаны голод ухты кто-то плохо не ожидал не ожидал но мы еще пищу выстраиваем то что мы перестроили да и все потому что мы перестроили в самом деле самом деле на перестраивались загон до скота вот ну тогда что ли что у нас по плодородию на на кое на самом деле расширение еще не произошло до атакуем так понимаю лучше дома отсидеться пока что там каус слишком много пехоты бичи от кого сильно так если протокует киев то есть довольствием сразу так ладно будем выходить из ригдовы думаю можно так обычно ноги нам нужны выйдем из поселения 2 неплохо так туда идем киеву а есть у нас не боевые потери начнутся сразу да это было глупо на самом деле пока вернитесь начинается перебой с продовольствием все потому что не гравит ублюдки там стоят сейчас набор здесь провести-то не смогу путем да разве что галича она здесь ребята дохнут от болезни хоть он санитарей ли он так неплохая наемники есть кавалерия не буду брать почему что возьму здесь стрелков и побольше копейной пехоты так здесь можно перестроим конюшни отлично у нас появится кава аллилуйя так посада воткнуть пищи не хватает но что-то перестроить рыбацки у нас то вообще здесь все плохо будет с общественным порядком на самом-то деле хотя нет но в голде мы просядем на 500 голды вход это может сильно таки сказаться на нас если что так мой флот вперед карлис что у нас там вагам барда топаем сюда а так чё сицилия да у нас испании спонт наверное генуя ногу торговать и украины ну не хотят они амуром нет никакой империи здесь что могу диску империю а не могу что ли империи позвать ее ногу хорватов из-то могу потом буду пытаться так мы пока он просто поднимаем свою мощь силушку с пищи не рассчитал он еще киев прокачивает сейчас у нас пищи будут явно проблемы да поэтому поэтому железо круто конечно но не цены и записи санитарии вернее принципе все это плохо достаточно опять же баня сносить плавильное железо железо как торговля у нас импорт производства только железо идет искать что много но все же можно еще поднять на загрузение будет вести еще не париться в принципе то из-за рудников разве что может все таки забить снести зря поход не перестраивал или все таки гавань перестроить раз на то пошло в рыбацкие причалы даже не знаю как быть гарнизон прибавится прибавится неплохо таки ой хорошо так как прибавится я возьму перестрою упадем галде просядем но это он будет состоит любом случае так ну пока все шуман гол от меня хотят там отношения улучшаются потихонечку посмотрим насколько улучшится после наших военных действий тут море конечно много флотилий нанять можно наемных так губернатор ну допустим тебе можно было этот строитель наверное да и воина владимир полкан тебе друг мой командир пехоты мислав губернатор так полководец наместник хорошо жмем вот так монголы все таки свалили да по итогу харизма по всей ухты ну здесь вас так и топает из пинска поляка видать разорили мне нельзя что мы посиняют разоряли как бы это тупо будет очень муром там биляр идут как не успокоить хитростью и и интеллект так ладно мой флот давай сюда наверно протопаем до сначала 10 леонка же по идее здесь арагон или пофиг можно массиве в принципе чекнуть так как не так вот другой разговор давайте арагон чекнем так паре на сицилии это место кости для а вот рагон валенсиси так ну ладно а чё с костили как что так плохо все а ну и что он дохера католики ну понятно понятно ублюдок ты пятый уровень силы 8 поселений с кем воюют с рима хадами это вот ребят да которые здесь тусуются так ну тогда я спасла их херам да и так им сюда есть может арагон сидит поедет здесь и парагон ой верни где-то здесь извиняюсь вот здесь арагон сидит по идее в таракане если правильно выразился нового правильно о 118 пищи сразу же моментально просто так отбой лучше таган пускай остается гань то мне нужно не будет а я рад горящий ор наконец расширяем и чтобы нам отстроить эту думал по поводу богатых хромов тут нам гарнизон прям жесткий дают плюс общий порядок вообще прям идеально но у нас много ставки появится агент воевода появится офигенно можно через торговлю пойти дом ростовщика тариф торговых соглашений центр города княжеская библиотека тоже клёвая вещь это через за вечи до топить если так религиозная не для столом веры плюс один кстати тоже неплохо богатство исследования здесь у нас лазутчик появится ой хорошо гостиный двор богатство хорошее прям вообще ну давай товаров лига через вечер не через церковь через вечер хотя блин допустим часовня доступ выполнение ну такое неплохо в принципе но такое допустим опять же идем центр города допустим гостиный двор развитие дорог 10 богатство исследование исследование полезное влияние культура так агент лазутчик продуктовый рынок кормча агент разутчик плюс богатство зелиматических построек каждый регион провинции это очень круто на самом деле торговли развитие дорог богатство офигенные просто идет неопределенно гостиный двор хотя цик основник нужен да вместо что у нас есть гончарное производство как бы не более давайте так сделаем и сидя это к херам снесем хотят еще голды потеряем заход нам сильно ударит по доходу ну ладно возьму я вечер ребят бичи еще раз свечи так отлично и все еще ребята наши умирают стоят ну что ж вы ребята дохнет это давайте баня купеческие вам подвезем час если еще проблем у нас нету так ладно армия опускаемая выходит сюда в эту провинцию белгород я щас будут там кауклепать круто это круто так теперь посад баня купеческие дом камни теса добыча штуки бросить и дом камни тес вот к нём вообще прям шикарно можно будет жить проживать до добра наживать стоимость 30 процентов каждый на провинции просто шедевр это супер нужно радоваться жизни геной год торговлю что такое-то византия вроде как расширяет свою территорию до вроде как зенегидов дает а хотя харизма потеряли свой статус первое место уровне силы через не гиды на первом месте еще харизма так то вас продавливает ну хотя не воюйте принципе с никейской империи я помог на самом деле здесь прикиньте сколько сколько поселений без защиты стоит просто иди и забирай я пожалуй так и сделают но не сегодня не в этой серии тоже точно пока как бы смысла нету так армии из киева давайте в киев останете поблизости укомплектовать этих бичей распущу отрядится ему здесь дружины нормальный доход у меня прямо че такой норм это конечно здорово и в принципе армии есть неплохие достаточно уровня раритетный губернатор коррупцию богдан полководцы и воевода возьмем нажмем под неужели болгарское царство уничтожили давно пора так хорошо флот топи к таракану может быть арагон будет к нам повежливее и факт хотя норм дума договориться не можно они свою тоже а может быть вступить войну против альмохадов так хорошо отношения улучшаются ребята готов сделать выплаты за эту грёбаную торговлю да тогда зайдите в баню уже хорошо что я вас открыл так что тут то нужно как бы по идее должна быть либо франция посмотрим так все хорошо все хорошо пока что не перестраиваю так войска белгород там на санитарии все довольно плохо заболела бы войско наше здесь о да черные клубыки дружина конные ясы красотища дорогущие правда по содержанию по крайней мере точно так сильно подумал куда денежку накинуть давайте-ка в посад пища опять же немного пищи подумать поэтому стоит есть бы несли что можно производство как бы кинуть побольше желать желать или тех ради торговли было тоже больше понятное дело так чего у вас долго еще там болезнь будет вы достали серьезно и в бане стоят здесь на санитарии херово все странно зарги даю этом дом комитеса не более странно так ну давайте будем клепать то надо нам здесь флот кстати пригодилась об этом смотрите сколько стаков гоняет по морю немало хотя пассушек привычный что ли так ладно ударник и не бакин дорогие слишком дорогие отряды дружина старший план дружина матча дружина конные все так переброс на блин бы одинаковые или чё статунька переброс на типа у нас 57 здесь 57 дальности здесь вообще нет дальности скорость до 30 скоростей на 34 диска расстрельности нет что это такое как так можно второго ранга возьмем по черных ясов и черных кубуков вернее кого нужно дать один отряд ударный один ряд дружины ближнего боя думаю нормально так ребят ну будем наверно завязывать заканчиваем этот ролик и завтра будет еще одна серия так что ждите но пока на там все вроде да мы поднимаем экономики довольно таки неплохо получается я рад у нас уже потихонечку сильные армии очень такие неплохие вот я рад что-то делать с харизмой будет так что мне нужна ваша идея ваши советы как быть как жить здесь теперь в общем пишите будет интересно узнать пока на этом все с вами был артур на встрече пока пока вы лучше увидимся